Валерий Дудко С самого начала, почему Петр Порошенко, глава государства, остановил выбор именно на главе Харьковской области? Почему был выбран Харьковский регион и именно этот человек? Ну, здесь не столько выбирал он регион, как выбирал человека. И человек, который вышел из среды администрации президента на должность губернатора, он, естественно, мог быть возвращен обратно в состав управленческого аппарата. Тем более, что прошло фактически более двух лет после назначения, и у Райнина достаточно много плюсов было, которые наблюдал за ним Порошенко издалека и довольно-таки пристально. А какие плюсы? Ну, будем говорить, сложнейшая ситуация прифронтового города, который занялся снабжением фронта, через него все осуществляется. Устранение, будем говорить, русского движения в Харькове. Переломная ситуация. Достаточно хорошие показатели в экономической области, особенно это касается сбора урожая. И последнее — это запуск метро. Вот все эти плюсы, они в определенной степени играли на Райнина. И то, что он на сегодняшний день возвращается туда, есть много плюсов, потому что Порошенко плюс ко всему понимает, что ему нужен чиновник, который прошел все ступени роста чиновника. От специалиста, начальника отдела и далее-далее зама губернатора, губернатора, который понимает, что решает губернатор на своей должности. Вот это все сыграло в пользу Райнина. Поэтому решение Порошенко вполне обосновано, и результат естественный. Все-таки вот ситуация с Борисом Ложкиным. Он сознательно покинул эту должность, либо не сработался с командой, либо не сработался со средой? Не его это дело? Ну, скажем откровенно, первое, что приходит на ум, это не его дело. Это человек бизнес-структур, он привык активно влиять на ситуацию и решать ее. Работа главы администрации президента требует соблюдения определенных протоколов, то есть естественное решение вопроса через определенные условия. Я думаю, что работа мучила его. И вероятно всего, что его собственное решение на определенном уровне было изложено Порошенко, и Порошенко после этого начал искать, кем его заменить. А вот насколько вообще в Украине, потому что, ну, насколько, знаете, из теории понимаю, что администрация президента довольно-таки технический орган, то есть, ну, для выполнения. Но в Украине этому органу приписывают очень много таких теневых функций, чуть ли глава этого органа не серый кардинал при дворе президента. Вот почему так в Украине сложилось? Ну, начнем с того, что в Украине институты, которые, государственные институты, институты государственной власти, они не совсем устоявшиеся по своей сути, понимаете? Они постоянно находятся в стадии трансформации. И вот эти институты стабилизируют личности. Поэтому я, например, никогда не соглашался с коллегами некоторыми, которые говорили, что да, вот, а что такое, это парламентская уже президентская республика, уже и президент мало на что влияет, и тем более глава администрации еще меньше на что влияет. Но это не так, потому что фактическая наша политика, давайте начнем с того, что создана вертикаль власти президентская, именно президентская вертикаль власти, которая контролируется в основном президентом. И особенно вот в нынешних кризисных условиях, я имею в виду российскую агрессию, вот такой мобилизованный стан государства, да, он наоборот укрепляет президентскую вертикаль. А как ты будешь управлять, не имея этой вертикали, вот страна, которая находится в фактически военном положении. Поэтому наоборот, объективно я даже скажу, тут личности играют роль, но объективно роль президента возрастает, а соответственно и глава администрации. Ведь вы же не забывайте, президент, он когда принимает решение, есть некий такой мозговой штаб, в который входит же глава администрации прежде всего. Это его правая рука объективно. Он готовит документы, он порядок денный формует президента. Потом он решает, кого допустить, кого не допустить к президенту, кто может подождать, кого в первую очередь. Поэтому тут масса таких нюансов, которые нигде не прописаны, но в реальной политике они играют иногда самую главную роль. Поэтому это важно. И я, кстати, вот скажу, что Харьков может, наверное, даже гордиться. Ложкин при всех, я согласен, что он, конечно, больше бизнесмен, но, видите, все-таки два года они проработали и тоже неплохо. По крайней мере, видите, не было диссонанса никакого. И сегодня же президент об этом сказал, что спасибо, что в самые два тяжелых года ты был рядом, Борис Евгеньевич, и вот как бы мы сработали. Я рад, что сегодня, может быть, более как бы должность соответствует твоим реальным каким-то интересам, это инвестиционное, вот это Рада. То есть да, он больше экономист, понятное дело, это такой медиамагнат, который имеет большое влияние на медиаструктуры практически, ну, в большинство медиаструктур нашей страны ведущих. Поэтому тут есть масса нюансов, но я соглашусь, что Харьков может гордиться, что, видите, мы воспитали уже третьего главу администрации. Был Кушнарев при Кучме, потом это Ложкин и сейчас кадровый, я бы сказал, государственный служащий Игорь Ранин. То есть это уже показатель, что харьковская элита все-таки входит в центральную элиту, потому что все-таки, давайте говорить прямо, 90-е, начало 2000-х годов мы имели очень-очень ограниченное влияние на общую украинскую политику. Будет ли Харьков вот при главе администрации президента Ранин иметь некие преференции, ну, вот регионы, либо все-таки этот человек настолько объективен, что будет использовать служебное положение только в самом крайнем случае. Вот объективно даже я скажу, вот все умные политики, государственные деятели, они вот, есть такое понятие в политологии, родная территория. То есть есть вот некий форпост, на который ты всегда можешь опереться, фундамент. Поэтому политики самого высокого уровня, они всегда не забывают о своей малой родине. Почему? Потому что если ты на общеукраинском уровне где-то проседаешь, то ты всегда можешь опереться на свою родину, ну, то есть, допустим, уйти с администрации в депутаты, избраться от этой родной территории. Поэтому стараются все-таки не забывать и, ну, так можно сказать, подкармливать эту территорию. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Кадровый потенциал подтягивать, то есть формировать определенные кланы региональные в рамках общеукраинской элиты. Ну, я знаю, вот Кушнарев пытался это делать, но не совсем это получилось. Вот смотрите, при Кушнареве первое управление внутренней политики было создано в Харьковской области. И затем этот опыт был перенесен через создание этой структуры во всех областях. Я думаю, что перед раненым стоит аналогичная задача. Ему будет ставить президент, и те, ну, будем, эксперимент я бы не сказал, но проверку определенных методик будут осуществляться на Харьковской территории. Почему? Потому что раненый очень хорошо знает структуру областную, районную. И, естественно, что он будет в первую очередь продвигать эти идеи, смотреть на их реализацию на Харьковской земле. Ну, смотрите, несмотря на то, при всех плюсах Райнина, о которых вы говорили, в СМИ уже была информация о том, что если брать два урожая, которыми Харьковская область гордится, другие факторы, но уже проходила информация, что данные результаты были слегка преувеличенными. То есть не появится ли в дальнейшем постройка таких преувеличенных фактов в масштабах всей Украины? Либо, может быть, это сейчас и нужно. Но дело в том, что, может быть, критика была и справедливой, но неправильной. Почему неправильной? Да потому что сам факт сбора урожая показал, что этот урожай достойный. И Харьковская земля, как бы мы не хотели там умолить определенные эти самые, всегда выдавала тот результат, который желали. Поэтому, ну, критика, она может быть конструктивной, может быть просто вот я слышал, и я могу сказать. Вообще-то урожай сеют фермеры, и фермеры его убирают. И после этого он только считается, как цыплят по осени, так и урожай. Что же мы получаем? Но на самом деле руководят и определяют засевные площади и процент посева определенных культур в районную администрацию. Так что фермер самостоятелен, но он выполняет те указания, которые идут от областной администрации в районную администрацию. То есть все-таки эти потемкинские деревни начали строить в районе? Да. Поэтому, если говорить по сути, урожай был, и он есть, и отрицать его сбор никогда нельзя. Плюс ко всему еще одна треть урожая была продана подпольно, вывозилась в другие области, и оттуда засчитывалась им. Поэтому то, что мы впереди планеты всей на сегодняшний день и критика, это неправильно, это однозначно. Можно по-разному расценивать и точно так же сказать, и метро здесь строил город, но с дотациями областной администрации. И все задействованные структуры были по решению областной администрации. И контроль осуществлялся с областной администрацией. Поэтому город построил метро, но при этом участвовала областная администрация. А окончание строительства, у нас впереди еще филармония, есть масса других объектов. Первый пусковой комплекс уже сдан. Ну, на сегодняшний день мы должны говорить, что процесс строительства в Харьковской области, темпы строительства гораздо выше, чем во всех остальных областях Украины. Это факт. Ну, скажем, что Катлицкий идет как кандидатура, это кандидатура Авакова. Сам Аваков понимает, что он назад на должность губернатора не вернется. А вот поставить Катлицкого, это было бы его желание взять под контроль Харьковскую область. В отношении Субботина, это человек, который на сегодняшний день руководит Турбоатомом. Вопросы по Турбоатому есть, но дело не в Турбоатоме, дело в самом Субботине. И один и второй имеют некоторое положительное прошлое, но в настоящий день ни один, ни второй не прошел в школу государственной службы. Поэтому я думаю, что и Катлицкий, и Субботин в этой игре проиграет. Остается Юлия Светличная, человек, который назначен был раненым сначала замом губернатора, потом первым замом, которая проявила себя достаточно положительно, и поэтому на сегодняшний день ее пребывание в должности исполняющего обязанности губернатора продемонстрирует ее полностью возможности. Это достаточно разумный и достаточно жесткий человек в плане, она понимает, что такое цель, и она видит всегда пути достижения этой цели. Ее возраст — это не помеха, это только положительный плюс. Ну и достаточно уже два года она исполняет обязанности заступника губернатора. Первого или не первого. То есть она в теме. За нее замолнил слово, вероятнее всего, что ранен. И как глава администрации президента он создал над ней ту крышу, которой желает все. Имеет такие связи и право первого звонка — это всегда хорошо. Поэтому я думаю, что два-три месяца испытательного срока, и мы встретим нового губернатора, и это будет Светличная. Ваше мнение? Ну я согласен, что давайте даже вот скажем о другом, что сегодня наметился тренд прихода женщин в политику. Это и Великобритания, и вот если будет Светличная, Харьков. Ну вот Хилари Клинтон еще должна поддержать, это вот до ноября надо. Я думаю, тоже тренд будет уже… Ну выземно-международный уровень очень крепкий. Поэтому тут, ну это, конечно, так, я слегка пошутил. А что касается реального вот сегодня положения дел, понимаете как, все-таки Харьков — это очень важный стратегический регион. Для нашего региона очень важно, чтобы пришел человек, который не будет с чистого листа, допустим, вот изучать эту региональную политику, кто на что влияет, расклады и так далее. А чтобы он сразу вошел в должность и работал. Ну, наверное, Светличная в этом плане самая приоритетная кандидатура. Почему? Потому что она действительно в теме, она уже знает эту работу и, ну подумайте сами, было бы нелогично, что человека назначают главой администрации, он предлагает свою кандидатуру и ему отказывают. Ну это нарушение всех логических управленческих норм, понимаете. То есть если тебе уже дали карт-бланш как главе администрации, то шансы, что твоя кандидатура будет поддержана в 100%. То есть есть вот такая преемственность, раз ты рекомендуешь, значит мы тебе доверяем эту должность и автоматически мы доверяем тебе кадровый вопрос, который ты решаешь, ну, человека взамен себе. То есть это общепринятая практика. Есть еще один маленький нюанс, такой специфичный для Харьковской области. Я не помню, чтобы женщину-главу районной администрации в Харьковской области снимали с должности. Вот мужчин было достаточно, а назначенная женщина почему-то всегда удерживается на посту. Не меняется, если меняется руководитель областной администрации, там идет естественная замена. А вот за состояние дел, я не помню такого случая, начиная, ну, я так назову, 95-й год, может быть. Это достаточно большой срок на сегодняшний день. И само назначение Светличной на Харьковской области, это большой, конечно, эксперимент, но я думаю, он будет удачным. А сможет ли молодая, молодой чиновник, да, при всей жесткости, при опыте, сработаться с городом, либо все-таки, ну, назовем, матерого, да, политика матерого, человек от горсовета, вот он им просто... Ну, вот кто кого здесь сожрет, либо будет найден консенсус. Не возникли ли противостояния? Вот что будет, как будет область работать с городом? Ну, всегда конфликт существует между двумя мужчинами или двумя женщинами. Но между мужчиной и женщиной всегда находится компромисс. Так природа нас создала, что мы по-разному думаем и все остальное. Мне кажется, что в этой ситуации Светличная найдет подходы к Геннадию Адольфовичу. И Геннадий Адольфович воспримет ее как руководителя, это однозначно. Он достаточно мудр, и здесь можно было любую пословицу привести, но я думаю, что будет существовать консенсус тот, который уже родил Райнин. Это будет продолжение этих отношений, потому что сложность между главой областной администрации и мэром города всегда существовала. Был ли это Масельский и Кушнарев, был ли это Демин и Кушнарев, Демин и Пилипчук. И можно дальше перейти. Да, Аваков, Кернис. Всегда существовала разница. Единственная она была в период, когда Добкин ушел с мэра на главу администрации, а Кернис остался. Там тендем сохранился, потому что мы знаем, кто в принципе делал мэром города и кто воевал за него. Поэтому во всех остальных случаях существовала конфликтная ситуация. Поэтому разрешение этой конфликтной ситуации, это лучший вариант, это Светличный и Кернис. Женщина и прифронтовой район достаточно сложный. И сможет ли вот в этой, как бы там агрессор, мы район прифронтовой. Это, конечно, прозвучало сейчас очень так не по-гендерно правильному, но тем не менее. Глава администрации Изюмского района женщина. И она на сегодняшний день держит удар так, как не держат мужики. Поэтому скажем ей спасибо. И понимаем другую ситуацию, что женщины иногда могут быть тем вторым фронтом, который иногда тянет больше, чем первый. И здесь нужно полагаться еще и на женскую мудрость и на женскую выносливость. Не каждый мужик выдержит ту нагрузку, которую может выдержать женщину. Поэтому Украины должны руководить женщиной. Ваше мнение, как сработается, ну, кроме прифронтовой? Смотрите, тут я поддерживаю практически все основные мысли. И я другой хотел аргумент. Смотрите, мы же должны понимать, что та же Светличная, она же не новый человек в элите управленческой. Наверняка там уже есть определенная система отношений с мэром. То есть то, что она была первым вице-губернатором, а что вы думаете? Они не общались, они не решали вопросы. Это второй человек в области. То есть она недавно стала там, то она была просто заместителем. Ну, как бы это уже сложившиеся отношения. Да, они какое-то новое качество получат, объективно, потому что она стала главным лицом в областной власти. Все это понятно. Но я думаю, что достаточно мудрости и у нее, хотя она молодой человек, и тем более у мэра действующего, который уже прошел Крем и Рым. То есть он уже имеет огромный опыт общения с совершенно разными людьми. Конечно, они выстроят нормальную систему взаимоотношений. То есть можно сказать, что если сейчас Кернес пойдет, ну, назовем условно, войной на Светличино, таким образом вы знаете, войной на Порошенко, где достигнут уже консенсации. А смысл ему воевать? Он же сам понимает, ну, что это город при фронтовом. Геннадий Адольфович достаточно прочувствовал ситуацию, когда он с ленточкой вылазил на броневичок, и на сегодняшний день он ее не повторит. Он понял, чем ему нужно заниматься. И здесь есть еще такой очень маленький нюансик. Но он достаточно мудр, чтобы топор войны не оторвать. Вот Геннадий Адольфович, мне кажется, что в этом вот мудрость его и заключается, что конфликтных ситуаций в управленческой сфере он вокруг себя не допускает. Он не множит конфликт и не обостряет их. Он не выстраивает условия какое-то и пятое-десятое. И самое главное здесь, мы находимся на пороге децентрализации. И если процесс децентрализации наберет ту силу, которую пытается ему предать, то дальше мы будем, может быть, избирать губернатора, и этот вариант тоже нельзя отрицать. Как пойдет? Ну вот, кстати, даже сейчас губернатора же уже не просто назначают президент. Есть же пусть номинальный, но конкурс будет. Эксперимент проводится. Дело в том, что, ну как вам сказать, вот этот конкурсный отбор, его делает не машина, а человек. Поэтому, мягко говоря, можно родить любую ситуацию и всегда взять того, кого ты хочешь. В принципе, определяет человек. То есть, какой-то ранг существует начальника, который говорит, этого берем. И его возьмут, несмотря что он хуже споет или не так спляшет. Найдут плюсы, которые компенсируют минусы. Здесь большая сложность. А коррупции запахло. Ну, я вам скажу, что я в течение почти четырех лет в областной администрации возглавлял конкурсную комиссию. Я знаю, как и не в одном управлении, а в нескольких. Я знаю, как решаются эти вопросы. Я только поддержу. Я сам участвовал, кстати, в конкурсе, где победил благодаря Валерию Владимировичу. Ну, в свое время, когда пришел в областную администрацию. Мне демократичненько, как же европейские ценности, а как же побеждать должны сильнейшие. Он пришел, нанимался на работу в областную администрацию, будучи аспирантом, еще не защитив кандидатскую. Я сказал, стоит тебе только защитить кандидатскую, как ты будешь взят, и я тебе это гарантирую. И на следующий он защитил кандидатскую, пришел. Он был первым кандидатом, который появился у нас в управлении. Хотя их потом было аж шесть. Ждем в вашей администрации президента. Это все шутки шутками. Но вот все равно интересно, почему не будет свою кандидатуру, как вы сказали, продавливать Абаков? Все-таки он, ну, как бы... Ситуация, которая складывается на сегодняшний день. Показатели, реформы. Значит, у Абакова нет показателей положительных, а закон, который зарегистрировал в Верховной Раде, ставит вопрос о его пребывании в должности. Против Абакова выступает достаточное количество людей, и его положение сегодня воздействовать на президента он просто не сможет в его положении. Поэтому, ну, кандидатура выдвинута, а вот лоббирование этой кандидатуры, к сожалению, под вопрос. Ну и тут, насколько я знаю, между раненым и Абаковым вполне нормальные отношения. То есть смысл особо настаивать на какой-то своей креатуре, если и так, в принципе, нормально можно договариваться, нормально можно сотрудничать и работать. Ну и все-таки в конце вот команда, которая сейчас есть в облах администрации, начальники управления, мелкие звенья, вот все ли они сохранятся, либо все-таки будут несогласны, мы хотели работать с раненым, не хотим работать со светличной, либо с другими кандидатами вдруг появится темная лошадка. Между светличным и раненым всегда существовал знак равенства. Она была у него помощником в продвижении его идей и исполнителем. Поэтому на сегодняшний день я не думаю, что она будет очень сильно менять структуру областной администрации, она сохранит тех людей, с которыми она уже вместе работает. Ну, плюс ко всему здесь работает чисто женская психология, все это мое теперь. Вот все мое, я ничего не отдам. Поэтому будем надеяться, что основные звенья сохранятся, тем более, что процесс сокращения администрации, он осуществляется на сегодняшний день, есть проблемы с финансированием, то есть сохранение денег. Я не думаю, что там будет какая-то новая революция. Главы районных администраций еще сохранятся. Главы районных администраций, я думаю, на ближайшие шесть месяцев меняться не будут. Там, где будет провал с урожаем, вероятно, будут приняты меры и замена этих людей. Ну и насколько, вообще, скажем так, эта команда сохранится? Я имею в виду вероятность выборов, перевыборов. Вот до какого года можно, грубо говоря, этой команде спать спокойно? Ну, первые, скажем, первые сто дней все спят спокойно, потом спокойно спят первый год, а вот на второй год начинаются те проверки, которые показывают результаты уже собственные. Поэтому будем считать, что в течение года сильнейших изменений не произойдет. Это ближайшая перспектива. А все зависит дальше от процессов, которые будут инициированы президентом. Пойдет процесс децентрализации, ну, будет меняться и сама областная администрация. Будет передавать полномочия своим советам, а советы будут формировать свои структуры. Это уже будет другой человек, и это будут другие задачи и другой результат. Я расцениваю вот само назначение. Это как укрепление президентской команды в преддверии очень тяжелого политического сезона и формирование такой, знаете, платформы для укрепления коалиции из двух партий, которые вот Народный фронт и блок Петра Порошенко. Потому что сегодня это задача номер один. Все-таки парламент на многое влияет и многое... Ну, это такая функция одобрения многих инициатив того же президента. Поэтому я думаю, что это вот укрепление оппозиции перед жарким очень политическим сезоном. Потому что, ну, Игорь Львович — это системный такой менеджер, и он вот сможет, наверное, как-то организовать такие процессы, которые нужны сегодня президенту. Я благодарю вас за интересную беседу. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях были Игорь Полищук, политолог, и Валерий Дудком, политолог. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго и до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok